Конец августа балуют нас теплом на улице плюс 26, а это значит самое время готовить сани для зимы, а в нашем случае коммунальную технику для уборки улиц в осенне-зимний период. Узнать о ходе подготовки приехали на новую базу для хранения спецтехники, с помощью которой круглый год поддерживают чистоту в нашем округе. Встретил нас ведущий специалист муниципальной службы содержания и благоустройства территорий. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, пожалуйста, мы сейчас находимся на новой базе для хранения коммунальной техники. Вижу, большой ангар построили. Что здесь еще планируется? Эта база построена для хранения, ремонта и обслуживания техники. Города еще около. Планируется сделать 4 теплых бокса для всесезонного ремонта, обслуживания техники. Также будут холодные боксы, навесы, чтобы технику не заливал дождем. Все-таки ее можно было где-то обслуживать. Новая локация выбрана для сокращения времени прибытия машин к отдаленным точкам, дворовым и общественным пространствам, а также проездам. Это важно, учитывая тот факт, что снегопад может начаться, даже если синоптики его не обещали. Какая техника, собственно, предусмотрена для уборки улиц в осенне-зимний период? Ну, осенне-зимний период это где-то порядка 7-8 КДМ-ок машин. То есть это машины, которые, скажем так, и метут, и сгребают, да, и посыпают. Вот, соответственно, это пескоразбрасыватели вот на базе 82-го трактора. Вот у нас в данный момент стоят они на летнем хранении, так как это зимняя техника. Снегоуборочная техника, как погрузчики и, соответственно, мини-погрузчики. Также, помимо всего, это будут выходить еще трактора 82-е с отвалами и щетками. Всего в автопарке предприятия около 100 единиц специализированной техники. На кадрах вы ее не видите, потому что с раннего утра и до вечера она на улицах города. Отслеживают количество и местоположение машин с помощью системы ГЛОНАСС. Ну вот вся техника у нас оборудована системой слежения ГЛОНАСС. Вся техника находится в городе. Каждую единицу мы можем отследить, где, на какой улице, какая единица, чем занимается. Соответственно, посмотреть, где она работала, как она работала, построить маршруты. Можем сделать отчеты, посмотреть, где она была, то есть движение, движение, скорость, пробеги, моточасы. Сколько по времени она отработала, сколько, скажем так, у нее топлива еще находится. А, даже так? Да. Ну и, соответственно, вся техника отслеживается так же, как, ну вот, допустим, при мобильном устройстве, так же у нас сидят диспетчера, которые круглосуточно это все отсматривают. Если хотите пополнить ряды специалистов в сфере коммунального хозяйства, звоните по телефону, который вы видите на экране. В службе содержания и благоустройства территории есть открытые вакансии с заработной платой, достойной тех, кто изо дня в день делает наш город ухоженным и таким красивым. Виктория Мельник, Владислав Реус, Щелковское телевидение.